На первом плане противопожарная готовность общеобразовательных учреждений Владимирской области к новому учебному году. У нас в студии заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на сегодняшний момент идет усиленная проверка общеобразовательных учреждений. Была создана специальная комиссия, в состав которой входит МЧС. Что сегодня удалось сделать и что впереди? Осталось всего неделя. Ну, сегодня на территории Владимирской области у нас подлежат приемки к новому учебному году. 965 учреждений образования, из них 14 частных. В эти учреждения входят как школы, так и детские сады. В июле месяца текущего года у нас было проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности по Владимирской области, в котором были приняты решения по необходимым действиям и мерам, производимым к новому учебному году при подготовке. На данный момент у нас осуществлена приемка 964 учебных учреждений. Одно учреждение у нас пока не принято. Это средняя школа образовательная, новое издание в городе Собинка. Там в данном объекте у нас не подготовлена система противопожарной защиты, не предоставлены акты испытаний данных систем, имеется нарушение при монтаже, поэтому на данный момент пока у нас данный объект находится на контроле. Остальные учебные заведения у нас приняты к новому учебному году. А все-таки есть надежда, у вас есть информация в Собинке, так ждут этого события, открытия новой школы. Удастся ли все решить? Все зависит от руководителя данного объекта, как они выполнят все наши требования пожарной безопасности. Пока не выполнят, мы данный объект принимать не будем. У нас так в целом организовано взаимодействие с департаментом образования администрации Владимировской области. В рамках взаимодействия каждый сотрудник, в каждое учреждение у нас осуществлялась приемка, совместная комиссионная приемка учреждений, где был сотрудник МЧС. И смотрел, какие имеются нарушения. Всего у нас проведено проверок 380 проверок соблюдения требований пожарной безопасности зданий и сооружений в учебных, 318 плановых проверок и 62 внеплановых проверки. В рамках данных проверок было выявлено 522 нарушения, то есть порядка полтысячи. Много это или мало по сравнению с прошлым годом? В сравнении с прошлым годом то же самое практически получается. Здесь на время работы школы в учебном году, потом проводятся ремонтные работы после окончания учебного года. И в рамках данных работ бывает и система нарушается, и естественно инспектор, приходя на объекты, это видит и предлагает приписание для устранения. На данный момент все эти 522 нарушения устранены, которые были проведены в планах и неплановых проверок. Каким требованиям пожарной безопасности должны отвечать учебные заведения? Это в первую очередь должны быть системы противопожарной защиты находиться в исправном состоянии. В системы противопожарной защиты входят пожарные сигнализации автоматические, системы оповещения в случае пожара, системы дымоудаления и системы пожаротушения, если необходимо. И естественно также смотрится на водоснабжение, на внутреннее водоснабжение, оборудование пожарных кранов, давление в сети воды, также пожарные гидранты, которые находятся на территории школ, естественно наличие первичных средств пожаротушения, огнетушителей, срок их годности, исправности, естественно обучение пожарно-техническому минимуму, руководители объекта и также проведение структажей с работниками учреждений, и естественно эксплуатация путей эвакуации, отсутствие их загромождения и легко открывающиеся запоры, чтобы в случае пожара можно было легко эвакуироваться. Какие нарушения чаще всего выявляются в ходе проверок? В основном это нарушения пути эвакуации загромождаются, так как я говорил, уже ремонт проводится, загромождение пути эвакуации, бывают неправильно датчики установлены, либо их вообще сняты, пока шлялся ремонтные работы в помещении, там покраска потолка, естественно датчики снимаются, но когда инспектор приходит, это видит и предлагает для устранения системы оповещения в том же моменте, в то же время. Бывают в пожарных кранах тоже разные мелкие нарушения, которые легко устранить. В основном такие. Практически все учебные заведения приняты, как вы уже сказали выше. Вот после того, как уже начнется учебный год, ребята пойдут в классы, продолжится ли работа по профилактике и контролю противопожарной ситуации? Да, конечно, работа продолжится. Когда будет новый учебный год, в первый же день, будет в День знаний, организовано дежурство на торжественном мероприятии, сотрудниками МЧС на каждом объекте учреждения будет присутствовать наш сотрудник. Будут проводиться занятия на уроках ОБЖ, будут организовываться эвакуации в случае в состоянии пожаров, тренировки по эвакуации. Ну и, естественно, от руководства Главного управления в школы, где имеются кадетские классы, также поедут на открытие данных мероприятий для выступлений и пожеланий детям успехов в новом учебном году. А в течение учебного года? В течение учебного года также запланировано и на уроках ОБЖ проводение профилактических мероприятий рассказы детям, что необходимо сделать, как соблюдать требования пожарной безопасности, как действовать в случае выяснений пожаров. Также будут осуществляться и тренировки, и будут осуществляться экскурсии в пожарные части, показываться пожарная техника, пожарный инвентарь, что имеет вообще пожарная крана в своем арсенале для тушения пожаров. Если говорить про статистику, насколько часто и часто ли происходит пожар в общепризывательных учреждениях? Если взять статистику, за пять лет, за последние, у нас в учебном учреждении произошло 10 пожаров. В 2018 году, если взять один пожар, это в школе города Владимира, и в 2019 году, зимой, также было пожаров в школе Александровского района. По каким причинам чаще всего происходит возгорание, задымление? Чаще всего эта причина пожаров происходит от нарушения правил эксплуатации электрообороны, либо эксплуатации бытовых электрических приборов только из-за этого. Это правило по вине кого? Учащихся, либо руководителя? Руководители объекта. То есть руководители объекта обязаны соблюдать требования пожарной безопасности вовремя, запрещая эксплуатацию неисправного электрооборудования. Естественно, в зависимости от заводского изготовления он должен быть. И должно быть все под присмотром эксплуатации. Ну и также исправность электрических розеток, светильников, плафонов, чтобы они были. То есть много вопросов есть. Как Вы считаете, профессия, насколько сегодня она престижна? И насколько те, кому Вы приходите и рассказываете о своей миссии, понимают, насколько это важно, нужно? И хотелось бы молодым и юным дарованиям вступить в Ваши ряды? Ну, данная наша профессия в МЧС, она очень важна. Главным управлением нашего МЧС Плавенровской области осуществляется подбор кандидатов в учебные заведения. Это в Академии государственной противопожарной службы МЧС России Горг. Москва, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы и в Ивановскую пожарно-спасательную академию. Набор кандидатов у нас осуществляется в пожарно-спасательных гарнизонах, как территориальных, так и в Главном управлении, до 1 июня. То есть подаются заявки, проверяются, смотрятся и в зависимости от человека. То есть у нас идет гражданская молодежь, способная по своим психологическим качествам, по деловым, по профессиональным, по физической подготовке, ну и состояние, естественно, здоровья, подбираясь в таком критерии кандидаты. Отбор кандидатов в образовательное учреждение у нас проходит по специальностям это пожарная безопасность, техносферная безопасность, информационная система и технологии, ну а также система и анализы управления. С требованием, в общем, что можно сказать, при поступлении в данные учебные вузы необходимо помимо ЕГЭ, как в школах, сдавать также математику и физическую подготовку. При поступлении в данные учреждения становятся курсантами молодые люди и находятся на полном обеспечении государства. То есть обучаются бесплатно, заключается контракт и даже выплачиваются ежемесячные денежные довольствия данным курсантам. Юрий Александрович, а много ли должно пройти времени от момента выпуска из подобного специального учебного заведения до того, как человек станет специалистом, настоящим пожарным, ну и вообще надежным сотрудником ЧАЭС? Сотрудник МЧАЭС уже становится с момента поступления в учебное заведение. По окончанию учебного заведения присваивается звание внутренней службы, лейтенант внутренней службы. И при выпуске из данного учебного учреждения уже назначается, то есть направляется в те регионы, откуда поступали данные кандидаты, и назначается на должности. Естественно, опыт приходит с практикой. То, что в учебных заведениях, пока практики особой нету, теория идет, а практика тут намного значительная, и это все зависит от каждого человека по-разному. И зависит, в какие ситуации попадал, по каким пожарам работал, какие объекты проверял, это все набирается. Ну, естественно, со временем опыт приходит. Но более точно здесь сказать нельзя, когда человек профессионалом станет. Профессионалом станет, когда опыта побольше наберется. Чем больше опыта, тем больше профессионализм. Что сегодня принципиально изменилось в работе пожарного? Техническое обеспечение. Подход остался тот же? Подход какой? Подход к работе. Подход к работе. Каждый сотрудник МЧС готов по своим профессиональным навыкам выполнение всех требований по должностной инструкции, которые необходимы. Это что касается и тушения пожаров, и также и профилактирования, и проверки объектов надзорных органов осуществления. Все такие вопросы, да? Да, конечно. Все-таки работа это специфическое, и очень часто приходится рисковать собственной жизнью ради общего блага, ради спасения других жизней. Как вы считаете, какие критерии нужны такие личностные? Понятно, что мы говорим об общей физической подготовке, выносливости и так далее. Но в психологическом плане, что является основополагающей в вашей профессии? Правильное принятие решения в истинных ситуациях. Независимо от ситуации, что необходимо принять быстрое и правильное решение для спасения людей, если это что касается притушения пожаров. И, естественно, выбрать притетное направление по спасению людей и притушению. Можете привести, может быть, личный пример, либо и ваших сотрудников, когда вот такие доли секунды и момент правильного принятия решения во многом определил положительный исход события? Ну, если взять, вот пожар был, где в городе Вязников в текущем году на данном пожаре погибло двое несовершеннолетних детей и их бабушка. Там также находился третий ребенок. Данный ребенок не смог самостоятельно эвакуироваться, находился в ванной комнате, стоял около открытого окна и кричал о помощи. Естественно, по прибытии пожарных подразделений осуществлялась, как положено, разведка и обнаружение данного мальчика и принятие мер по его эвакуации. Тем самым мальчик не пострадал, то есть никаких ожогов не получил, даже отравлением угольным газом не было. Но остальное, к сожалению, дети тоже находились в соседней комнате, они уже погибли. Они были младше. Если говорить про различные категории чрезвычайных ситуаций, чем особен именно пожар? Чем он отличается от других? Наводнения, там различные взрывы и так далее. Я знаю, что у вас есть своя градация чрезвычайных ситуаций, но вот чем опасен пожар, в чем особенность? Особенность пожара заключается в том, что он не жалеет ничего, он непредсказуем. Естественно, быстро распространяется в зависимости от пожарной нагрузки, в зависимости, где он начался, и создает угрозу жизни и здоровья людей, в случае, когда происходит горение. И, естественно, если вовремя не тушить, он распространяется на огромнейшие площади. Тем самым не только угроза жизни и здоровья людей и осуществляется, но также и осуществляется вред экологии. Все взаимосвязано. Как вы считаете, насколько сегодня престижна профессия? На сегодняшний день у нас данная профессия престижна. На данный момент у нас имеются даже в управлении назорной деятельности и вакантные должности – город Владимир, Александров, Кирыжач, Петушки, Собинка, Селиванова и Ковров, Меленки. На данный момент мы набираем кандидатов для прохождения службы с высших учебных заведений, имеющие высшее профессиональное образование по специальностям пожарной безопасности, техносферной безопасности, архитектура, строительство, градостроительство, специальная система жизнеобеспечения, защита в чрезвычайных ситуациях, электротехника, энергетические машиностроения, ну и теплоэнергетика и теплотехника, электроснабжение. Если человек имеет такое образование, хочет работать в системе МЧС, выполнять надзорные мероприятия, профатические мероприятия, готов к службе, естественно, обращается к нам в отделах кадров, можно обратиться по телефону, если есть какие-то возникающие вопросы, это по телефону номер 533606 и задать вопросы, что необходимо сделать, куда обратиться и в зависимости от района предложить должность, которая у нас имеется. Дальше с каждым человеком будет проводиться индивидуальная беседа и проходить психологические тестирования, военно-враченную комиссию, ну и, естественно, будет спецпроверка проводиться. Если все устраивает, все положительные результаты будут, то данного кандидата уже будут назначать на должность, но на институционной комиссии рассматриваются и назначение на должность с последующим присвоением звания лейтенанта внутренней службы. Игорь Александрович, а Вы сами почему выбрали эту профессию? Данная профессия очень интересна. В 90-е годы я поступал в Иванское пожарно-техническое училище, поступил, как было интересно и тушение пожаров, как спасение людей, ну и также профилактирование, вообще в целом было интересно. И еще до учебы в учебных заведениях я также смотрел, как пожарные и тушат дома, какой вред причиняет пожары, отгорение сухой растительности, отгорение мусора. Склады видел, как говорят, сены тоже. Ну, поэтому интересно было просто профессии и постарался поступить. Как Вы считаете, спасение людей – это все-таки образование либо это некий склад такой души? Это в первую очередь склад души, но без образования не получится спасения. Потому что сначала человек, если хочет спасать, он готов ринуться как бы в бой, прийти к своему риску, чтобы спасти человека. Но чтобы самому не погибнуть и спасти правильно человека, необходимо образование, необходимо обучиться этому. Итак, завершая наш разговор, хотелось бы, чтобы Вы обратились еще раз к руководителям учебных заведений, к родителям, к воспитанникам с напустыми словами. Возможно, какие-то четкие рекомендации в чрезвычайных ситуациях либо, наоборот, в профилактической стороне. Ну, здесь хотелось бы обратиться, чтобы соблюдались все требования пожарной безопасности в учебных учреждениях. Также ученики, которые будут обучаться в данных учебных учреждениях, не допускали использования открытого огня. Если какое-то видели возгорание, естественно, сразу принимать, сообщать старшим для принятия мер по эвакуации из зданий, из сооружений. Ну, естественно, если даже происходит пожар или видят возможность восстановления пожаров каких-либо в частном сектре, тоже принимать меры. Во-первых, если это дети обнаружили, чтобы они сообщали взрослым, в первую очередь, и четко объяснили, что произошло. Если есть возможность, лучше всего позвонить по сотовому телефону на номер 101, либо 112, сообщить точный адрес, если возник пожар, точный адрес, что говорит, и объяснить, что прибыла пожарная техника. Мы соблюдаем требования пожарной безопасности. Естественно, принятие мер, если в ночное время происходит пожар, естественно, принять меры по эвакуации из данного помещения, чтобы не пострадал никто из проживающих. И дальше уже сообщение пожарной охраны. Ну что ж, в завершении эфира желаем вам и нашим телезрителям безопасного нового учебного года. Спасибо. До новых встреч. До свидания.